Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Зеленский как человек, который достаточно много в своей жизни провел в шоу-бизнесе, в кинобизнесе, он очень любит празднование и не упускает возможности учредить новый праздник. Недавно это был, собственно, праздник однодневка имени Зеленского, день единения, когда 16 февраля не состоялось нападение России на Украину. Но еще полгода назад, опять же таки, с подачи Владимира Александровича, заявилось еще одно дуже патриотичное свято. День Украинской государственности, и впервые его отметят в этом году, 28 июля, на День Крещения Руси. Причем Верховная Рада Украины даже планирует сделать его выходным днем. День Украинской государственности, это, я напомню, идея Зеленского, которой он обильно фонтанировал на 30-летие независимости Украины. И вот сейчас законопроект о том, чтобы сделать этот день выходным днем на рассмотрении. И, скорее всего, его утвердят. Цель этого проекта на законодательном уровне установить, что на самом-то деле Украине не 30 лет, нет, а больше тысячи. То есть в данном случае мы имеем дело с, назовем это, пожалуй, нацбилдингом, который начался еще при Порошенко. Но также, конечно же, не стоит забывать, что этот праздник на самом деле-то появился как ответка Зеленского Путину, который написал в своей статье, что русские и украинцы – один народ. Давайте же разбираться, что это за праздник такой, и подискутируем, разумеется, на тему «А сколько лет Украине?». Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Украина – это на самом деле удивительное государство. У нас очень много памятных дней. Большинство из них, правда, скорбных, но тем не менее. И вот Владимир Александрович Зеленский, которому, судя по всему, праздников мало, но надо дать Путину ответ, вносит в Верховную Раду законопроект, которым предлагается 28 июля сделать днем выходным. Сейчас же 28 июля – это день Крещения Руси, то есть один праздник накладывается на другой. Давайте посмотрим на пояснительную записку к этому законопроекту. Она просто феерическая. Там, собственно, обоснование, почему надо учредить этот праздник и почему он должен быть выходным днем. Цель данного законопроекта – утвердить преемственность более чем тысячелетней истории украинского государственного строительства. Посыл, согласитесь, достаточно смазанный, ну, чтобы вопреки, собственно, истории, не говорить, что украинское государство появилось тысячу лет назад. Потому что, очевидно, это не так, но здесь идет намек, что все это время на протяжении тысячи лет шло строительство Украины. Украина, по мнению Зеленского, который, судя по всему, за такое короткое время переквалифицировался в доктора исторических наук или нет, профессора истории, начала строиться с момента первых исторических упоминаний о Киеве. Правда, в поясительной записке не говорится, с какой конкретной даты это начинается. Но я так понимаю, что от 860 года, к которому историки относят первые летописные сведения о матери городов русских. Таким образом, большой украинской госстройке, по мнению Зеленского, в 2022 году должно исполниться аж 1162 года. Периоды, которые должны обязательно войти в украинский госстрой, будем называть это так, следующие. Во-первых, основание Киева и затем крещение Киева русского государства. Вы, конечно, сейчас можете упасть со стула, с дивана или где вы там сидите, но Зеленский считает. Таким образом, князь Владимир утвердил европейский выбор Киевской Руси. С этим утверждением, как минимум, могут поспорить многие историки, поскольку крещение князь Владимир принимал из Константинополя, который являлся на тот момент альтернативным центром западному христианству. Хотя на тот момент раскол между католиками во главе с Папой Римским и православными с центром Византии еще официально оформлен не был. Поляки, которые крестились на 20 лет раньше, чем Владимир крестил Русь, крестились по римскому обряду, тогда как князь Киевский Владимир пошел по византийскому пути. Что как раз тогда утверждало не европейский выбор, а на современный манер его можно назвать евразийский. Далее Зеленский выводит из Киевской Руси несколько преемников. Историки, держитесь. Галычко Волынское князьевство – это 12-14 века, Литовско-Русское государство – 15-16 века, Гетьманщину, 17-18 век, УНР из УНР – 1917-1919 годы, Украинская держава – 1918, Карпатская Украина – 1939 и современная Украина. Согласитесь, вам наверняка тоже определенные моменты бросаются в глаза. Например, что сравнительно недавние периоды существования Украины в рамках Российской империи или СССР, а также Австро-Венгрии и Польши авторы этого законопроекта упоминать как бы не стали. Хотя вполне себе очевидно, что на современный облик страны, в том числе на обретение Украиной независимости в тех границах, в которых она была в 1991 году, именно эти времена, которые решили упустить, оказали решающее влияние. Ну уж точно, оно оказало большее влияние, чем УНР и ЗУНР и Карпатская Украина, которая вообще, по некоторым данным, существовала один день. Если брать вообще 20-й век, то в историю Украины из него включили только распад Российской империи и непосредственно современную Украину. Все. То есть короткие отрезки развалов, перемен, войн и шоковой терапии. При этом время, когда украинцы жили стабильно, без каких-либо потрясений, например, послевоенный период УССР, не упоминается. Да зачем? Хотя именно тогда была построена вся экономическая база, на которой до сих пор держится и работает Украина. А население с 32 миллионов в 1945 году выросло до 52 аж, да, помните, такое было, в 1991 году, когда Украина стала независимой. К украинскому государственному строительству, судя по всему, по идеологическим причинам, решили не вносить тот период, когда эта территория входила в состав Российской империи. А как же Тарас Григорович Шевченко, а как же Григорий Сковорода, а как же Николай Гоголь и другие столпы украинской культуры, которыми, когда надо, очень сильно гордятся, но тот период истории, когда они жили, не относится к строительству украинской государственности. Вот так. То есть, простыми словами, неугодные периоды истории Украины, ну, те, которые не нравятся, знаете, их просто вычеркивают. А зачем? Впрочем, цель законопроекта – это не установление исторической правды, с которой в Украине сейчас очень туго и без того. Настоящая цель – это борьба с Россией. И в пояснительной записке к законопроекту так и говорится. Там сообщается, что Москва оправдывает вооруженную агрессию против Украины тем, что считает Киевскую Русь своей, а украинцев – часть триединого русского народа. Поэтому этот праздник, День Украинской государственности, нужен, чтобы противостоять историческим фейкам. Правда, учитывая тот факт, что слово «русь» встречается достаточно часто, то сам же Зелинский этим документом, ну, получается, так демонстрирует русскость основы украинского государства. Конечно, в законопроекте об этом не говорится, но и так понятно, что вся эта шумиха и придумывание этого праздника началось после того, как 12 июля Путин опубликовал свою статью. В ней российский президент повторил тезис, что русские и украинцы – это не братские народы, а это один народ. И провел масштабный исторический экскурс в этот вопрос. После появления этой статьи вопросы о ней начали задавать Зеленскому. Тот отшучивался, говорил, что готов передать материалы для следующей статьи Путина, хихоньки-хахоньки. А потом, ближе к 30-й годовщине независимости Украины, родилась идея сделать новый праздник и таким образом ответить Путину. В центре Киева во время торжественных мероприятий, опраздновали целых три дня и отвалили за это огромное количество денег из государственного бюджета, Зеленский заявил, что «а Украина-то больше не молодое государство». Вот так. Украина – это держава с более чем тысячелетней историей. Об этом даже сделали целый перформанс с девочкой, который назывался «ДНК Украины». В конце этого перформанса Зеленский даже всплакнул, и девочка там, как, судя по всему, Украина, пробегала, начиная с древних славянских племен и до Майданов и так далее. Ну и затем с трибуны он анонсировал, что Дню Украинской государственности быть и что этот праздник украинцы теперь будут отмечать в День Крещения Руси 28 июля. Указ об этом он подписал прямо во время торжественных мероприятий. Ну, чтобы максимально торжественно было. Праздник Зеленский утвердил тогда. Но для того, чтобы сделать этот день выходным, необходимо внести изменения в ряд других законов Украины. В частности, изменения в Кодекс законов о труде. То есть, что мы наблюдаем? Путин напрямую влияет на жизнь украинцев. У нового праздника, кроме всего прочего, еще есть один аспект. Он совпадает с Крещением Руси, и обычно в этот день идут молебны, а также крестный ход Украинской Православной Церкви. И теперь у Зеленского пытаются на эту дату назначить более патриотичный свято. Потому что еще при Порошенко началось гонение УПЦ, потом было создано ПЦУ. И таким образом пытаются одним мероприятием перекрыть мероприятие неправильное с точки зрения украинских властей церкви. Я также не удивлюсь, что могут подать в средствах массовой информации украинских, что это шествие прихожан УПЦ, это, мол, люди празднуют день украинской государственности. Что, в общем, вы думаете, друзья, о новом празднике, чуть ли не тысячелетия украинской государственности? Напишите в комментариях под этим видео. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале страны. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Не забывайте скачивать наше мобильное приложение для того, чтобы читать нас без препятствий. Всяких там VPN. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны». Подписывайтесь на наш канал здесь. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Совсем скоро увидимся. Пока.